Полный зал зрителей в ожидании очередной феерии. В клубе «Активное долголетие» сегодня нет свободных мест. Первыми перед зрителями выступили модели студии «Подиум». Они продемонстрировали грациозную походку на сцене. Участницы клуба почти как профессиональные модели – отрабатывают движения и плавные повороты. И такие занятия здесь проходят каждую неделю. А главная интрига сегодняшнего дня впереди. Выйти на сцену перед публикой – очень волнительная задача. Но сегодня в помощь моделям «Активное долголетие» – вот эти замечательные собаки. Это бисер, пума, пуша и кинза. Два грифона и два тверкшнауцера. Сегодня наступил их звездный час. Они вышли на подиум и продемонстрировали модную одежду для собак. Костюмы с бантиками на завязочках со стразами, платья для новогоднего вечера и даже рокерская косуха. Хозяйка собак – руководитель студии «Четыре с хвостиком» Татьяна Халилова. Она преподает в клубе «Активное долголетие». Рассказывает о своих четвероногих любимцах, которых, к слову, у нее десять. Мне это доставляет удовольствие. Во-вторых, я хочу свои знания передать людям, которые имеют животных, но недостаточно много знают о том, как ухаживать, как их воспитывать. Собачки на подиуме вызвали полный восторг у зрителей. Старались они и, конечно, модели, которым пришлось выходить на подиум впервые с домашними животными. Я всегда боялась собак. Но эту увидела, она сразу ко мне побежала. Я просто перед ней расстаяла. Теперь будем готовиться к зиме. Очень зиме приходите, посмотрите. Мы будем в красивых пышных платьях, чтобы они шуршали. Мы, женщины серебряного возраста, всегда мечтали и мечтаем быть элегантной, красивой, яркой, нести правильно на себе красивые одежды, душевная красота, ну и, конечно, чувство стиля. Многие у нас здесь выпрямились, почувствовали свою уверенную походку твердую. Замечательный наш педагог Маргарита всему нас этому научила. В рамках фестиваля достижений перед зрителями выступили участники танцевальной и театральной студии, а также прошел мастер-класс в кинозале ТВ-55+. Впереди еще один масштабный праздник, который будет называться «Голубой огонек». Организаторы надеются, что смогут передать атмосферу советского времени. Что ж, посмотрим и обязательно расскажем, как это будет.